На радость коллекционерам всего мира, так скажем, была выпущена на Украине в 2018 году вот такая вот монеточка. Посвящена она никому бы то ни была, а именно русскому святому равноапостольному князю Владимирову. Вот в обращении 27 апреля 2018 года это случилось, монету такую запустили, воборот, портрет князя Владимира Великого на реверсе монеты остался тот же, что и был на банкноте данного номинала. Итак, номинал 1 гривна, материал сталь с гальвано-покрытием, качество обычное, диаметр 18,9 мм, вес 3,3 грамма, гурт рифленый, толщина 1,7 мм. Вот такая вот монета была выпущена. Ну, если вспомнить кто-то такой, ну, во-первых, это мой тезка, что очень даже приятно. А во-вторых, равноапостольный князь Владимир по прозванию был Великим, личность в истории России исключительная, не только России, России, Украины, судьбоносная, краеугольная личность. Вот через него Господь явил Руси великое счастье, православную веру, а сам князь, воспринят всем сердцем Христа, мужественно повел за собой к свету Божию народы, поселявшие Древнюю Русь. Владимир назван равноапостолем, потому что дело, совершенное им, приравнивается его к святым апостолам, одинаково приравнивает просвещавшие веры Христовой различные земли. По значению своих дел он назван Великим и так и поминается в храмах. Еще его называют Владимиром Крестителем за то масштабное действие, которое по его повелению совершилось в водах Днепра. Простые же люди назвали его красным солнышком за свет добра и тепло милосердия, явленным им по принятии крещения. И не было на Руси другой такой личности, которая бы так решительно и кардинально повлияла на всю дальнейшую историю нашего Отечества. Владимир родился около 960 года в проредеству Христову. Его матерью была ключница Малуша, верой и правдой служившая равноапостольной княгине Олье. Кто такая ключница? Это так, что имела ключи от всех дверей, то есть заведовала обширным хозяйственным княгиней и, конечно же, пользовалась огромным влиянием на княжеском дворе. В то время она оставалась еще рабыней. Брак с ней князя хоть и был допустим по обычным того времени, но никак не мог считаться равным. В этом летописе сказывается, что Ольга, разгневавшись по какой-то причине на свою ключницу, сослала ее в отдаленное селение Будутина под Псковым. Есть предположение, что Малуша была христианкой. Как и сама княгиня Ольга, она исполняла обязанность милостивицы, то есть раздавала милостивицу из христианских побуждений княгине. Однако нарушил со Святославом заповедь, не прелюбодействуя, чем и вызвала гнев его матери. Так или иначе, но судьба Божия свершилась, и вот в отдаленном Будутине родился будущий великий святой князь Владимир Великий. Так уж получилось. Отцом равнопольственным Владимир являлся воинственный князь Святослав. Первый известный нам русский князь со славянским именем, сам Владимир, третий княжеч с русским именем, сын Игоря. Он являл собой пример доблести и отваги, приводил время в военных походах, думая об укреплении величия и славы Руси. К сожалению, при многих воинских и государственных заслугах Святослав настроен был против все-таки христианства, так что крестить его детей было невозможно, несмотря даже на то, что жили они при дворе своей бабушки, равноапостольной княгине Ольге. Непосредственно же воспитанием Владимира занимался его дядя Добрыня. По обычным Древней Руси воспитание наследника доверял старшим дружинникам, опытным в военных и государственных делах. Ну что ж, вот такая вот монетка с предысторией на непростую жизнь имеется. Возможно, я когда-нибудь более подробно расскажу. Ну вот, то, что к выходу этой монетки, этого вполне достаточно. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.